22 марта в Прибрежном отметили светлую и одновременно скорбную дату в истории поселения – 73-ю годовщину со дня освобождения прибрежного сельского поселения от немецко-фашистских захватчиков. По традиции, в этот день состоялся митинг с подробностями нашей корреспонденты. 22 марта 1943 года. В этот весенний день советские солдаты в ходе упорных боев освободили поселок Совхозный от врага. Открыла митинг, посвященный этой памятной дате глава прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова. Сегодня мы вспоминаем солдат и офицеров, павших в боях за освобождение, работников тыла, стариков, женщин, детей, несших достойный вклад в восстановление народного хозяйства нашей отчизны. Рядом с нами живет много семей, опаленных огненным дыханием той чудовищной войны. Память о тех тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших земляков, передается из поколения в поколение, оставаясь жить в наших сердцах траурным набатом, поневернувшимся с войны солдатам. Присутствующим обратился председатель Совета ветеранов прибрежного сельского поселения Вячеслав Никоев. Это освобождение дорого обошлось жителям нашего поселка и нашего района. 57 человек ушли на фронт и не вернулись с фронта. Это работники сад-гигантов. Почти 12 тысяч солдат с района, ушедших на войну, не вернулось почти 12 тысяч. За период оккупации сад был уничтожен на 50%. Потребовалось годы для его восстановления. И только в 46-м году был получен первый урожай. К нашему великому сожалению, у ветеранов Великой Отечественной войны очень мало осталось. По нашему поселению всего 10 и 2 по городу. Почтить память героев, отдать дань уважения великому подвигу солдат-земляков. Собрались ветераны-освободители, представители поселенческой администрации, жители и учащийся школ. Тех, кто не вернулся с войны, тех, кто не пожалел своей жизни для Родины, почтили минутой молчания. Затем к мемориальной стеле все присутствующие возложили цветы. Сегодня очень важно, чтобы спустя ещё долгие годы всё так же проникновенно пели песни о войне. Всё так же слушали с замиранием сердца слова тех, кто сражался за спасение своих соотечественников и пожертвовал собой ради мирного неба над нашими головами. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.